Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как я делаю яблочные чипсы. Меня вдохновило на этом путешествие наше на борту самолета польских авиалиний, где нам давали такие яблочные чипсы. И у меня нашлось несколько яблок мелких, которые я решила привести в дело. Итак, я уже, конечно, это все сделала. Нарезала вот это кусочками такими, небольшими, тоненькими. Вот, 6 слоев у меня здесь, в этой кастрюле. И я, прежде чем раскладывать, посыпала их сахаром, санамоншика. Вот таким сахаром. Все перемешала сначала, а потом стала раскладывать. В принципе, можно каждый слой посыпать, но я думаю, что это просто больше сахара просыпется, поэтому я сделала это в салатнице. Потом я все разложила, закрыла. Теперь включаю. Так, у нас здесь. Fruits and Vegetables, это фрукты и овощи, на 135 фаренгейт. Ну, так, или 57 по Цельсию. Ну, я хочу немножечко сделать побыстрее, поэтому я включу на 160. Или хотя бы на 145. Вот, на 145. И поставлю на несколько часов работать этот дехайдратор. Вот так он работает. Крышку не открываем. Часа через 4 проверим. Итак, через 4 часа работы этого дехайдратора я получила вот такие вот яблочные сушененькие кусочки чипсы. Можно их использовать как перекус. Они такие, достаточно приятные на вкус получились. И, кто любит, можно использовать это. А также потом для приготовления, например, компота в земле время или чего-то такого. Я сажала вот пакетик вот такой. И вот ухранится хонт охлада вместе. Надеюсь, эта информация была кому-то все-таки полезной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok